Не дай бог, кто вякнет против президента Путина. Это не казачество. Казаки всегда были за веру царя Отечества. Сегодня царь у нас Путин. И он единственный, который остался и спасет Россию. Классика. Сколько времени прошло, а ничего не изменилось. Переходим к настоящим новостям. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, высказалась в поддержку журналистов, которых объявили иноагентами. Я читаю новости и статьи на многих ресурсах. В основном на порталах, включенных в список иноагентов. И не могу не высказаться на злободневную тему закона о СМИ иноагентах, который приняли в 2017 году. Я изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон и хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики. Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ. Закон в таком виде может привести к полнейшей неразберихе, так как будет и дальше диктовать избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов. На одних глаза закрыли, а по другим прошлись по полной. В моем представлении закон, мягко скажем, сырой и требует доработок и пояснительных инструкций при применении. Ощущение, что все происходящее на наших с вами глазах – это какая-то аллюзия на борьбу с вольнодумцами. Взять ту же дуэль Екатерины Второй и издателя Николая Ивановича Новикова. Только с разницей в том, что в случае с Новиковым и императрицей диалог все же имел место. В своих изданиях писатель критиковал Екатерину. Государыня же отвечала ему в своих книжках. Закончилось все, правда, не так удачно для Новикова. Дошутился и попал в Шлиссельбургскую крепость. Читая уж слишком смело иронизировал над режимом, хлестая сатирой одна пуще другой. Позже его освободил император Павел Первый. Но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался. В 21 веке, по крайней мере мне, хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело попадают в опалу. Мягко написала, очень мягко. Однако же сам факт имеет место быть. Это уже что-то. Если бы все дети российских чиновников искренне высказывались на подобные темы и были ближе к народу, страна была бы другой. Все-таки она и ваша тоже, несмотря на то, что по большей части вы строите свою жизнь за границей. Хотя это как раз итог многолетнего молчания. А еще лучше, если, кроме прочего, вы затронете для своей аудитории и тему, о которой пойдет речь дальше. Вот это уже действительно серьезно. Тверской районный суд Москвы приговорил либертарианца Глеба Марьясова к 10 месяцам колонии по делу о перекрытии дорог во время митинга 23 января. Глеба обвиняли в устных призывах к групповому и сплоченному передвижению граждан на проезжую часть улиц центральной части города Москвы для перекрытия их движения и блокирования транспорта. Широкое распространение получила эта фотография с той самой акции протеста, где Марьясов защищает Атамона, лежащего на земле протестующего, что в принципе прекрасно его характеризует. Суровый приговор, совершенно не основанный на законе, это первое дело в России за перекрытие дорог. Все время звучат такие фразы о том, что создал условия для угрозы уничтожения имущества физических лиц, юридических, значит, порчи имущества. Угрозы, все идут угрозы, понимаете, они не реализованы, эти угрозы. Поэтому здесь говорить о том, что это было массовое мероприятие, хоть оно и не согласованное, но оно не представляло из себя какой-то угрозы для окружающих. То водитель нет там тормозного, то ему тяжело ехать, то это, понимаете, это все надуманные совершенно доводы. Ну вот теперь у нас такая действительность, такая реальность у нас. Так у нас с оппозицией борется. Если учитывать другие дела других оппозиционеров, то мы все это высосну из пальца. Помимо реального срока в колонии, Глеб должен выплатить московскому метрополитену и Мосгортрансу 2 миллиона 700 тысяч рублей. Его супруга уже начала сборы. Сочувствующих таким, как Глеб, в России больше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, думаю, здесь проблем не возникнет. Уже не впервой. Тем временем суд в Нарьян-Маре продлил до 12 января 2022 года арест 67-летнему отцу соратника Навального Ивана Жданова Юрию. Последний на данный момент этап процесса длился 4 дня и продолжится 22 ноября. Ранее суд отказался отпустить Жданова под домашний арест, несмотря на его проблемы со здоровьем и перенесенный во время ареста COVID-19. Кстати, правозащитный центр «Мемориал» подсчитал, что число политических заключенных в России за последние 5 лет увеличилось в 5 раз. Сейчас в списке, составленном мемориалом, 420 человек. Это, как говорят в самом правозащитном центре, консервативно-достоверная оценка. То есть, каждое дело внимательно рассмотрено в ручном режиме, реальный же список, в разы длиннее. Будем следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok